Начинаем нашу после матча пресс-конференцию. Вашему вниманию комментарий главного тренера Крюльц-Сайдов Игорь Тайлович Востенькин. Здравствуйте. Только что мы здесь были, 4 дня назад. Чуть другое настроение было после предыдущей игры. Но если проанализировать это, то хороший первый тайм. Может быть до второго отмененного года, минуты до 35-й мы играли в хороший футбол. Преимущество было, создавали моменты. И этот отрезок времени, конечно, мы должны были выходить с каким-то игровым преимуществом. Не только игровым преимуществом, но и по счету. Но дальше, для начала какие-то ошибки наши развернули игры, отдали сопернику инициативу. И вот эти вот глупые ошибки, позволившие сопернику несколько атак в конце первого тайма провести, они уже начали так вот подавливать психологически и на нас тоже. Во втором тайме «Динамо» было активнее. Мы, может быть, не так много допустили своих ворот явных моментов. Но, как минимум, контроль мяча и в переходных фазах мы играли нехорошо. При таком давлении мы могли и должны были, конечно, в атаку выходить лучше и создавать свои моменты. Ну, не получилось. Причины, наверное, разные. И в том числе, допустим, то, что некоторые футболисты за это время сыграли много и уже не смогли держать уровень своей игры, концентрации во втором тайме. Ну, и так вот, в позиционной обороне мы допускали определенные ошибки, но связанные они больше с переходами. То, как мы после них выходили в атаку, мы слишком прижимались, и вот в этот переходный момент мы не были активны, чтобы сразу отжать игру от наших ворот. Ну, мы будем учиться на своих ошибках. Нам очень нужны были очки, но «Динамо» – хорошая команда. И мы, наверное, по праву три таких игры мы разделили эти очки пополам. Ну, в серьезной борьбе. Спасибо. Пожалуйста, вопросы будут. Добрый день, Боярский. Когда отменяют один гол, отменяют второй гол, это бьет по психологии игроков, что там говорили в раздевалке. Вопросов там вроде бы не было, все на тоненьком. Но это было обидно игрокам, да? И как вообще через эту ситуацию пытались перейти? Ну, действительно, такие моменты могут и поддавливают на игроков, потому что здесь, где-нибудь в пресс-центре, посмотрев повторы, понимание ситуации уже более четкое. А на поле, когда всем кажется плюс-минус, что мы забили чистые голы. Но очень тонкие моменты, поэтому и дошли они до Вара. Они определились с ними по самой игре. Очень тонкие моменты. И, конечно, футболистам показалось, что все было, ну, могло быть по-другому. Но это часть игры, и психологические ситуации на поле бывают разные. Да, может быть такая, а в следующий раз, наоборот, там где-то ты должен... Ты попадешь с другой стороны в такую ситуацию. И умение реагировать на эти ситуации, это часть игры, часть профессионализма и мастерства. Поэтому, ну, какие вопросы здесь? Еще и вопрос. Писарский не в старте. Почему? У него была травма. Обе замены перед игрой во время предыдущих игр были из-за травм. Ему хорошо доставалось. Мы с ним играли очень плотно. Он уже фактически не тренировался все эти дни. И мы его буквально там ставили на ногу, прям к игре. Но здесь совсем короткий отрезок времени. Был 4 дня. И поэтому мы уже, во-первых, не рискнули из-за того, что... Просто из-за здоровья. Во-вторых, в трех таких вот энергозатратных матчах мы понимали, что нам определенная нужна ротация. Да, мы сделали там 4 замены. Некоторые из них вынуждены. Некоторые просто продиктованы ходом событий каким-то. Но вы видите, вот в концовке свежести нам все-таки не хватило. Ну, так бывает. Газета «Самарский футбол». Какие особенности были подготовки к матче и установки на игру с учетом того, что играем третий матч подряд с одной командой? Уже знакомые. Уже познакомились с ней в предыдущих. Ну, слишком уже напряженно все. Сейчас было много футбола, много теории. Поймите, что матч, который бывает в первом сезоне, к нему подготовка бывает еще длиннее, чем в обычной ситуации. То есть это не за несколько дней. А мы еще в Турции начали какие-то вещи тренировать тактические. И поэтому уже в тактическом плане много мы не работали. Да, мы провели совсем короткое занятие, где коснулись тактических моментов. Здесь, на стадионе Ложники провели одну всего лишь теорию, которой и объединили и анализ игры предыдущей, и подготовку к следующей. Сказали на ней, на какие детали нам стоит обратить внимание. Ну, знаете, если мы сыграли так в первом тайме, то, наверное, все плюс-минус было правильно с нашей стороны. А вот реакция на то, когда мы начали инициативу терять, и физически нас эмоционально стало не хватать, вот это уже немножечко другой вопрос. Такой вопрос невозможно решить где-то в кабинете, перед телевизором, показывая футболисту, куда бежать. Тут вот гораздо все сложнее. Еще будут вопросы? Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Спасибо.